всем привет меня зовут артём и сегодня в рамках мастер-класса от skill branch мы с вами погрузимся в animations для начала давайте немножко познакомимся как я уже говорил меня зовут артём я являюсь главой флаттер отдела студии мобильной разработки серв наша студия занимается ios android если на момента флата разработка уже довольно долгое время и у нас различные по сложности проекта сам я занимаюсь флаттером уже около двух лет до этого я долго время занимался android разработкой также я домотаюсь по конференциям в роли спикера и и если у вас есть какие то вопросы ко мне лично можете заходить ко мне в telegram twitter или на facebook собственно давайте начнем итак как будет встроен наше занятие начала я немного расскажу а вот это вот красивейшей анимации которую видите на экране скажу как мы ее будем делать а потом я буду это все показывать в режиме лайфкодинга ну и в конце будут некоторые ссылки которые вам помогут сделать такую анимацию самим итак перед нами стоит задача сделать слайдер различных карточек своими руками да конечно же можно сделать это с помощью готовой библиотеки но мы ведь с вами не для того чтобы пользу здесь не для того чтобы пользоваться готовыми библиотеками и так что нам для этого потребуется для этого нам потребуется на самом деле всего две вещи это анимейшн контроллер а также твин по идее вы уже должны были ознакомиться с тем что чем являются обе эти сущности но я вкратце упомянул о них когда буду входить что у нас здесь анимируется здесь у нас анимируется прозрачность карточек которые лежат под первой масштабирование этих карточек вы можете видеть что они увеличивают свой размер в соответствии с сдвигом пальцев сдвиг по игрек сдвиг по икс а также поворот первой карточки что нам для этого потребуется для этого нам потребует список анимаций сдвига по игрек список анимаций опасти так как одна анимация будет соответствовать анимации одной карточки список анимаций масштабирования 1 анимация поворота и 1 анимация сдвига по икс ну а из виджетов мы будем пользоваться вот таким набором не считает виджетов для позиционирования это три виджета из transform scale rotate translate а также видит опасти на самом деле в рамках этого класса вы получите информацию как сделать такой слайдер а также советы вообще как строить подобные и вообще любые анимации на флаттер собственно вот ссылки на репозиторий и документацию эти ссылки будет презентация а я думаю что пора начинать перед нами есть проект я заблаговременно создал сам проект который будем работать и засунул сюда какую-то базовую конфигурацию то есть мой файл сделал здесь верстку карточки потому что все таки мы скорее занимаемся анимациями а не версткой положил константу с подарком и собственно все ну и сделал экран который будет базовым для нашей анимации здесь уже используется не машин контроллер кстати покажу лайфхак как быстро сделать стоит виджет с ними машин это просто надо написать в исходе стоит формирует из анимешин контроллер и он у вас готов но я его сделал заранее в этом виджете я создал анимешин контроллер с начальной значением 0 заметьте я не ставил дурейшн потому что дурейшн будем изменять далее задиспозил намерный диспоз заготовил метод билд которым есть к фолт и отцентрованная колонна заготовил методы которые будут реагировать на касание и мет который будет на самом деле часть задержания карточки здесь есть еще условия до скролла моего разберем позже она не сильно влияет на анимацию но с ним можно поиграться чтобы менять делать более естественный сам flow анимации что ж давайте наверное приступим к кодингу нашей анимации для начала давайте таки представим наши карточки я предлагаю для простоты представить наши карточки чтобы они хоть чем-то отличаться различались виде набора индексов от 0 до 3 то есть каждый из этих карточек это просто какая-то цифра ну эта цифра будет этим велики отлично теперь мы можем эти карточки заверстать просто статичные верстки как вы могли видеть на анимации наши виджеты это некоторый стек а для того чтобы сложить виджеты стеки у нас есть собственно сам стек она кроме этого стек запихнен нам нужно отлавливать же касание поэтому у нас есть этот жест который так называется во фреймворке ну и конце концов есть конечно же контейнер который будет давать высоту всему этому делу иначе всем будет не очень хорошо ну давай так напишем что у нас есть контейнер пусть его 100 будет что 50 это магическое число но она работает поверьте мне на слово него есть child а чадом вступает у нас жестом детектор собственно которого как раз таки на 1 чел дом стек давайте сразу поставим короче нашим жестом детектору методы которые у нас тут есть это он пан старт он пана дэйт он пан м отлично теперь разберемся со стеком и с его внутренностями его внутренности это на самом деле просто некоторый массив давайте заблаговременно заведем метод который будет нам возвращать чудо стеком и собственно мы так и назовем build стать child и тут у нас будет пока что просто скилл как не сама так что подадим индекс и здесь мы поставим причем все-таки когда у нас есть списке с одинаковыми виджетами лучше ставить им ключи и здесь за счет ключа стать в элики с индексом нашего виджета виджета отлично и собственно сюда напишем билл стек чалл все у нас готова берстка давайте допустим и посмотрим что у нас вышло немножко ожидания ну пока мы ждем давайте я немножко расскажу что нас ждет дальше окей если мы сейчас сделали все правильно у нас появится наша леска дальше нам нужно будет что сделать давай сюда начало анимации начать добавить сюда анимацию и на лучший вариант для этого это ну чтобы не дергать на изменение на слушание на измене контроллера с от стоит на лучший вариант это добавить сюда аниме этот билда который понимает себя контроллер и просто внутри себя подписывается на изменение контроллера и каждый раз называется стей для того чтобы перерисовать новый фрейм анимации собственно такой поступим мы просто ворот ним данный виджет с помощью аниме этот билдера которого челдом будет наш собственно скилл карт в аниме ищем мы запихнем наш контроллер он же лист на был который будет слушать ним это билдер и билдер это на самом деле штука которая строит нашу анимацию ей нужен контекст и сам виджет который у нас падает в чайл то есть данном случае вот этот вот чайлд на каждый изменение анимации будет падать вот сюда ну чтобы здесь мы просто напишем билд к ним еще куда мы примем собственно индекс он нам пригодится потому что у нас анимация будет зависеть от индекса это важно и виджет отлично с один их метод что он не по свечивал это сидел красным этот метод возвращает собственную анимацию хорошо давайте разберемся с нашими анимациями тут на самом деле все довольно просто нас есть виджет так у нас есть индекс на что будет влиять индекс будет лить просто на то какой сейчас элемент рисуется мы просто таким как мы говорили в наши виджеты все то есть у нас есть опасить так для начала мы сделаем ее какой-то лично сейчас чуть позже мы с вами разберемся с тем чтобы наши карточки отличалась наша давайте просто сделаем минимальную версту челдом у нас будет виджет который пришел сюда отлично у нас есть как я уже говорил у нас есть как я уже говорил также трансформы а именно transform scale которым надо задать собственно скейл пусть будет один пока что и что важно успел назвать alignment это секрет который будет влиять на то около какой точке будет все это дело скейлиться давайте задим ботом центра когда у нас скейл будет происходить вниз собственно стопочку еще не стопочки так и собственно тут будет так же трансформ транслейт у которых будет задан некоторый аффсет сейчас давайте поставим этот аффсет 00 потому что мы просто листаем статичную картинку и еще один это трансформ коротейт если вы думаете как это все дело быстро нажимаю тут пока что угол будет ноль и собственно я это делаю на команд точку чтобы вызвать вот такую контекстную менюшку которая позволяет мне быстро работать сверсткой супер давайте немножко поднимет метод выше чтобы нам все наши методы жили рядом супер и сохраним и давайте посмотрим что же у нас получилось получилось у нас такая вот картиночка собственно как и вы просто рисовали карточки их там несколько хорошо давайте теперь добьемся их сдвига как я говорил наш двиг будет завязан на кита значения и на сами это будет одинаково какие-то константные значения для каждой карточки собственно давайте их зададим запишем их видео констант это будут просто значение которыми мы сможем настраивать конфигурировать нашу верстку да это на самом деле сдвиг по дыгрик так вот это здесь будет два пикселя это шаг опасти давайте выберем его 02 например как я говорю это все можно менять на самом деле это просто будет влиять на то как это все будет отображено так у нас нет сейчас дизайна фильме и мы не делаем пиксель перфекта нас это не сильно успокоит и собственно the scale нас будет 001 фишка в том что эти шаги которые мы с вами написали данном случае я буду просто умножать на индекс то есть назначение этой карточки то есть для первой карточки сдвиг по у будет 2 умножить на 0 то есть 0 и так далее ну и то же самое для поэсити и скейла хорошо давайте запишем что у нас получается то есть опасти как я говорил это индекс ну так и поэсити это собственно значение от 0 до единицы где 0 это полностью прозрачная картинка то в данном случае мы будем от единицы вычитать значение опэсити шага по опэсити умноженное на индекс то же самое делаем для скейла ну только здесь мы просто умножаем индекс на д по скейлу изменение скейла собственно далее делаем такую же штуку со фсетом по игреку мы умножаем мы просто умножаем как я уже говорил наш до игрек на индекс угол мы пока что не трогаем и я все по иксу тоже мы не трогаем собственно давайте посмотрим получилось у нас что-то странное у нас ничего нет так давайте посмотрим в чем проблема так так а конечно конечно же конечно вот наша проблема мы с вами взяли умножили 0 на скейл 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 у нас 0 то есть скейл вообще у нас идет единицы то есть единицы это когда ничего не про скейлена собственно давайте поэтому так и сделаем и просто вычтем это дело из единицы сохраним и посмотрим так чё-то нас еще не то кажется кажется что у нас просто карточки стоят не в том порядке так смотрим что у нас получается мы строим наши индексы и индекс 0 у нас будет самым первым стеки а что значит на самом деле что он будет под всеми карточками отлично давайте решим эту проблему тем что просто пишем здесь реверс не забываем что написать туристов потому что иначе это будет не тот список сохраним и посмотрим что воля у нас все готово для начальной точки нашей анимации круто очень круто давайте продолжать сейчас немножко форматируем код и теперь когда мы с вами уже собственно приготовили все у нас с вами есть метод built animation у нас с вами есть верстка надо сделать несколько дополнительных вещей которые помогут на будущем как я говорил нам нужно каким-то образом поделять является ли элемент первым потому что в зависимости от того являетесь ли он первым у нас будет меняться наши анимации собственно давайте заведем такую переменную как из first bundle который на самом деле просто смотрит является ли индекс нулем все просто собственно насчет этой переменную у нас будет здесь несколько условий которые будут нам менять анимации из наших списков начали первого элемента добавить на еще несколько дополнительных вещей которые нам понадобятся в будущем на самом деле нам понадобится свойств отвечающие за ширину экрана потому что ширина экрана нам будет давать понимание когда нам карточку двигать когда нет так же нам понадобится текущее значение анимации 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 контроллер работает в рейнже от нуля до единицы и собственно сама анимация мы будем управлять с помощью этого контроллера то есть перемещение любые перемещения любые трансформации наших карточек будут завязаны на изменение некоторого числа от нуля до единицы а именно анимации контроллера собственно текущее значение анимации мы будем вспоминать при начале при первом тапе и потом при движении тапа будем приправлять это значение с некоторых дельтой и присваивать контроллер собственно также нам нужна будет текущая позиция этапа и более значение под названием вообще пан стартан он вообще был топ или нет по умолчанию оно равно также нам необходимо логическое свойство из верст которая будет мечтать за то движется ли анимация у нас в противоположном направлении то есть когда пальцем в одну либо обратное смахивание окей супер давайте теперь получим часть этих значений а именно клин ведь мы получим через медиа кури контекст так так не подскажет какое значение это все я читаю а сайс вид собственно как еще раз потом при начале мы сделаем пан стартан true он пан энд самом конце мы сделаем это мы используем далее возьмем на начале анимации у нас будет сейчас мы с вами делаем некоторую обвязку которая нам будет необходима для того чтобы саму анимацию стерилизовать мы запомним текущая значение анимации точнее текущее значение контроллера это раз а так же возьмем current position который мы достанем на самом деле из dragster details тут у нас есть такая штука как global position и нас будет интересовать именно сдвиг по иксу к слову мы не будем с вами вообще никаким образом отслеживать изменение пальца по игреку у нас внесет только x и именно него мы с вами заряжемся напишем с вами по нам дает что у нас будет здесь здесь у нас будет во первых вещаться некоторая дельта которая будет на показ насколько мы сдвинулись относительно прошлого положения собственно получается очень просто это текущая позиция минус скажем так не текущая прошла позиция минус текущая позиция деленная на половину нашего экрана потому что именно такое значение ну с ним можно играться но допустим нас будет интересовать когда мы сдвигаем палец на половину начну типа когда делаем более чувствительный вот дальше мы смотрим на из рост из рост это значит нас дельта меньше нуля собственно и дальше мы смотрим на некоторый var вэлью который равен карни мишну вэлью плюс дельта собственно собственно теперь мы просто берем и делаем вот так контроль вэлью равно вэлью и все на этом пока что сохраняем наш файл мы с вами сделали необходимую обвязку у нас немножко сделали про контроллер поставили контроллер заставили который изменяться во времени в зависимости от положения пальца окей давайте теперь займемся тем что просто опишем наши анимации а то как бы мы с вами даже заниматься анимациями а уже минут 20 говорим вообще не о них а о чем-то совершенно отрешенным вот реальности собственно тут все довольно просто как я вам и говорил у нас будет будет файл лист анимациями афсет который будет отвечать за сетс до игры не это список таких списков у нас будут сколько кто скажет я думаю и будет примерно 3 или 4 1 больше часть не будет на самом деле дабл потому что будет отвечать например за скейл скейлс изо пастис да у нас с вами 3 карточки точнее у них три изменяем свойства пастис кейл и афсет по июльку супер и дальше у нас есть две анимации одна из них также не меньше на все это афсет дэкс и анимэйшен дабл это работает собственно вы можете заметить что я пишу здесь всегда анимэйшен анимэйшен это но вы должны узнать что это базы любой анимации это просто некоторая случая которая может изменяться в рамках от нуля до единиц у меня есть какой-то метод который ее преобразует в другие значения то есть она просто мапит одно в другое мапит это все она с помощью штук под названием twin и собственно что все дело реализовать я предлагаю сделать так просто сделаем цикл форич по нашим индексом то есть нашим карточкам и здесь будем описывать наши анимации начнем с афсетов по игрек и все эти анимации будут на самом деле основаны на twin twin это некоторый интерполятором маппером который может нули единиц из контроллера преобразовать begin и end у исходя из значений которые нам нужны собственно для афсетов нам нужны будут афсеты для афсета особенно по d и по d y у афсетов по dx будет ноль и первая точка это тот афсет который мы с вами писали а вот сейчас верстки то есть вот этот это исходная точка нашего афсета то есть begin вообще все а вот end будет почти такой но немножечко другой тут есть маленькая такая хитрость что нам нужно тут немножко с математикой нам нужно чтобы конец конечная точка одного афсета то есть нижней карточки соответственно начальной точке верхней карточки потому что карточки будут меняться и как бы границы должны быть ну совпадать конечный афсет у него также будет по иксу ноль а вот по y будет интересное значение как вообще нам понять какое значение будет у нас по y в конце это кстати будет справедливо для всех карточек и для всех дальнейших твинов которые мы будем делать так как у нас анимация должна быть без скачков и непрерывная то вот эти твины которые мы с вами описываем вот эти мы же делаем их список и они описывают изменения каждой карточки да то есть там первый второй третий на самом деле описывание изменения карточки они описывают просто поведение того объект который будет взят из списка по этому индексу и ничто не мешает сказать что когда у нас заканчивается смахивается первая карточка то у нас не например там четвертая карточка не продолжает анимацию самую нижнюю да свою же а просто анимация для нее информация для ее анимирования берется из той анимации которая раньше была анимация первой и для этого конечная точка последней анимации должна быть соответствовать начальной точке предпоследней и так далее надеюсь моя аргументация более менее понятно но я думаю в коде будет понятнее потому что мы с вами делаем на самом деле вот так то есть наш дырик начальный это дырик умножен на x на индекс конкретно да то есть назначение индекса а конечный это начало предыдущего элемента ну и чтоб нам все таки сделать анимацию мы с помощью металл анимейт запихиваем сюда контроль отлично супер и собственно добавляем это все в список офсетов то же самое мы проделываем с со скейлами со скейлами суть тут совершенно такая же только теперь у нас не будет таких офсетов у нас первый скейл это индекс ну точнее единица минус индекс умноженный на ds а end это единица минус индекс минус один да ну такая схема да что это предыдущий офсет точнее уже не офсет а скейл да умноженный на мдс и также эта штука а не ой терялся я немножечко а нет просто забыл вот здесь строчку написать а также эта штука на анимейт на контроллер вах скейлсу мы опять таки добавляем в наш список шнурсов там по моему а opacity да тут все также также это double нужно скопировать вот эту штуку потому что она почти совпадает с тем что мы с вами написали только у нас с будет d opacity animate контроллер супер opacity с от о классно супер супер мы разобрались с тремя карточками которые тут внизу теперь разбираемся с карточками которые у нас поворачиваются смативается самое верхнее тут попроще у нас нет списка у нас тут просто есть offset dx мы также делаем его с помощью твин это твин по оффсетам который у нас мапит 0 единицу в некоторые оффсеты и у нас оффсет тут будет меняться с нулевых это начальное положение этой карточки да у нас как бы центр а end на самом деле тут можно играться и все зависит от того насколько хотите быстро насколько вы хотите чтобы она смахивалась там с под углом вверх вниз тут что угодно может быть я там с помощью эксперимента выбрал вот такое число это по иксу на минус 500 короче смахивается а по игреку там на минус 100 точнее на 100 знаки тут влияют знаки показывают будет ли это взмах влево если это минус да x же у нас находится нулевая точка находится в в левом верхнем углу экрана поэтому вниз у нас x нарастает точнее y нарастает вниз а x нарастает вправо и это ну такая типичная вещь для компьютерной техники и мобильной разработки для всех экранов которые мы с вами видим ну как так повелось с собственно это что касается афсетов а с ротейтом тут все наверное даже проще угол тоже может быть любым да то есть насколько хотите быстро чтобы она короче крутилась там так или хотите чтоб крутилась она медленнее вот вот но суть одна начального 0 а в конце вот я себе выбрал пи на 10 меня вполне это устраивает значение чтобы вы не удивлялись откуда пи пи поставилась автокомплитом из пакета дарт мэс вот ну пи это соответственно 314 там сколько-то сотых я уже не помню давно и неправда наизусть это вряд ли можно вспомнить хорошо мы с вами вот таким нехитрым способом описали наши анимации отлично давайте теперь мы их вставим на то место где у нас происходит самая анимация а именно на built animation а теперь вместо наших значений конкретных которые у нас были мы будем вставлять анимации собственно начнем с ротейт она у нас есть только для first bundle собственно собственно используем используем rotate value по value мы получаем текущее значение хранимое в этой анимации то есть суть в чем у нас меняется value контроллера оно меняется вот здесь да это значение мы меняем вручную на каждое перемещение нашего пальца запихиваем в контроллер value новое значение это value точнее на контроллер подписан animated builder аниме этот билдер это виджет из фреймворка который на самом деле делает там очень простую вещь если на нее посмотреть поглубже изумно в animated виджет он просто подписывается на слушаемое свойство и добавляет ему на handle change просто set state и все то есть эту штуку можно было переписать как там контроллер типа вот здесь вот listen да и там add listener и добавить туда set state но зачем если у нас уже есть готовый виджет как бы если у вас хочется прийти на такой эксперимент придите вы получите то же самое вот и на каждый set state который происходит внутри он просто вызывает вот этот вот мет куда приходит он берет этого челда и запихивает билдер то есть челд создается у вас один раз а анимация по которой он изменяется каждый раз меняется ну за счет того что у нас флаттер умеет кэшировать эти виджеты и в общем я думаю вы все это должны уже плюс-минус представлять вот сюда у нас приходит индекс и вот это значение которое из animation так у нас парант является контроллер то есть контроллер призначение там 0.1 у нас у ротейта будет то значение которое с помощью твина мы высчитали из 0.1 там по формуле которую твин сам там построил там обычно линейная формула то есть мы задали ему границы да то есть там от нуля до пина 10 вот 0.1 там по этой границе подает такое значение то же самое у нас будет для транслайта здесь поинтереснее здесь у нас если first bundle то у нас работает offset dx а если у нас собственно не first bundle не first bundle то у нас с вами работают offsets до y и мы берем тут по индексу по индексу собственно такой же value такая же точно ситуация у нас происходит со scale я бы даже на всякий случай сделал бы вот так просто для единообразия что у нас везде есть first bundle который не меняет свое значение в конкретных анимациях да то есть он не увеличивается ничего с ним не делается и есть другие карточки которые типа не то ну которые анимируются давайте мы наверное даже переименуем что-то баду у меня в голове застряло не нравится мне такое название пусть будет карта и собственно такая же фишка с опасти и из first card у нас опасность единицы если нет то опасность индекс value так чик проверка я вообще пишусь пишусь конец чик собственно сохраняем допускаем и у нас ошибка а почему у нас ошибка давайте смотреть кто-то где-то у нас offset ст и 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 я же вам забыл сказать эту вещь сам сейчас я искал ошибку и не понимал в чем она может быть фишка в чем я сейчас сохранил и у меня по сохранению стоит hot reload что делал hot reload у нас вызывается от стоит в обращенном варианте и прорисовывать и кипящий стоит у меня просто боятся билд но не вызывается и не стоит мы еще с вами правили и не стоит по большей части и в этом случае опять сломался симулятор нужно вызывать не hot reload hot restart и тогда ошибок почти не будет почему у нас тут проблема так давайте посмотрим где-то что-то наверное не дописали сейчас конечно я же вам сказал что да мы не используем сам офсет мы используем value этого офсета здесь я взял и закинул почему-то не то что нужно кстати меня очень расстраивает то что почему-то в последней версии дарта у меня сломалась типизация как вы видите очень тупая ошибка которой могло бы и не быть собственно вуаля у нас есть наши карточки и давайте посмотрим что происходит как вы видите у нас появился pen start вы можете налоги которые вот слева появились и мы перемещаем карточку которая перемещается нашим пальцем вы можете заметить что у нас карточка перемещается только в момент когда я его двигаю но когда я отпускаю она не заканчивает перемещение это раз во вторых вы можете видеть что у нас карточка вверх спросите вы что за фигня как же так почему во первых вверх вверх потому что опять таки знаки плюс минус вот если сделать минус пи бах она перемещается вниз а другой вариант почему у нас карточка сейчас двигается только когда мы изменяем контроллер велью да и когда мы отпускаем вы можете видеть что написано pen start последний строчка в логах отпускаем у нас появился pan end но карточка не переместилась то есть нет досвайпа доскролла что ли и вот здесь вступают в игру на самом деле вот эти крутые условия по доскроллу и метод move собственно что у нас происходит по pan end по pan end мы с вами на самом деле оказываемся а каком-то положении value контроллера а еще у нас в палец есть какая-то скорость то есть могли медленно вести там недостаточно быстро ну все вот это с этими условиями можно играться но главное здесь нет а главное этот метод move давайте мы напишем этот move который будет отвечать за собственно доведение анимации до конца напишем мы его способом ну который я раньше использовал на самом деле есть мне кажется другой мы бы использовали try catch 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 у нас будет пустой нам нужно на самом деле здесь по большей части не catch а finally как место которое будет по-любому выполнено в конце этого блока кода собственно что у нас будет в try в try мы будем делать на самом деле довольно простую вещь мы будем вызывать await контроллер аниме ту ой не выс а ту то есть мы с вами просто скажем контроллеру доведи анимацию до значения которое тебе сказали ему будет значение либо один либо ноль в зависимости от того в какую сторону это нужно сделать собственно отсюда можно убрать флаг реверст он здесь совершенно не нужен это было на моем тестовом проекте извиняйте и что здесь ставится здесь ставится просто ту это значение таргету аниме ту принимается два параметра ну несколько но нам важно этот таргет то есть какое значение и давайте поставим duration потому что он должен сделать какой-то там анимации то есть сколько то по времени ну и поставим здесь такое давайте покажем 500 чтобы это было немножко может быть замедлено но зато видно и собственно в конце что мы с вами сделаем это давайте пока что ничего не делать давайте просто сохраним и посмотрим а что у нас случилось оп мы можем сделать вот так и карточки перемещаются но вы можете видеть одну забавную вещь а во первых карточки перемещаются но не перемещаются дальше видите я одну карточку смахнул дальше я не могу никак вообще она у меня сама там подхватывается где-то да потому что она еще ищет другую сторону и чекает это но она не работает дальше почему спросите вы а я отвечу потому что у нас с вами нет механизма переключения карточек хорошо мы с вами взяли смахнули самую первую карточку вот эту вот которая будет по цифре 0 мы смахнули но не убрали сверстки она у нас так и осталась в стеке мы никак не изменили нашу верстку соответственно этими карточками то есть она осталась верхней и она и так и будет отреагировать на все движения анимацию никуда не исчезли и нам нужно с этим что-то делать а здесь на самом деле у меня есть такое простое решение оно в данном случае еще более упрощено чем может показаться в реальном случае оно там немножко по-другому но смысл таков давайте представим что у нас есть две коробки на самом деле это два стека как таковые первый стек у нас на экране это стек который вот тут вот и лежит то есть стек этих виджетов которые мы просто развернули этот стек это конкретный виджет а второй стек в качестве него я буду просто использовать лист такой же это изначально пустой мы называем его просто backup индекс с и он изначально пуст это стек который будут складываться карточки в момент когда они ушли с экрана окей хорошо у нас есть этот стек дальше что мы говорим у нас заканчивается анимация да то есть мы довели пэн случился пэн энд и у нас карта типа сделали мув до конца в этом случае что происходит происходит следующее мы с вами должны во первых убрать первый элемент из нашего стека и положить его второй стек да давай так сделаем мы сделаем var и равен индекс сейчас мы с вами говорим о прямой анимации remove давайте с вами убирать по-хитрому я вам говорил что тут будет небольшая хитрость и упрощение мы с вами будем играть последний элемент то есть не первый как хотелось бы да как будет в настоящем стеке а просто ранг по демонстрации последний почему сейчас я вам продемонстрирую что будет происходить вот у нас есть два стека да это наши карточки первая которая отображается сверху под ней и короче так она самая маленькая где-то под ними лежит в момент когда у нас смахивается первая карточка вот эти индексы на самом деле это коэффициент коэффициент на которые умножаются наши вот эти числа которые сдают границы анимаций и в данном случае если мы с вами возьмем и уберем последние элементы положим его вот сюда то при перерисовке виджетов новые виджеты которые будут здесь возьмут уже вот эти элементы ну эти анимации то есть не будет четвертой последней нижней карточки а все остальное останется на месте эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сюда убираем кладем его сюда и так далее в общем то давайте это реализуем если вы мне сейчас пока что не веришь такое возможно то такое возможно собственно давайте эту штуку сейчас мы взяли последний элемент у нашего исходного списка и положим его backup сделали сайт и еще одну штуку важно сделать нам нужно обнулить наш контроллер то есть когда мы сделали вот этот стоит наш контроллер будет в том положении котором мы сказали ему на ту это будет так мы сейчас рассматриваем прямую анимацию то это будет единица следственно дальше анимация когда будем свайпать не пойдет никаким образом нам нужно взять вот здесь и сделать просто контроллеру резет собственно все теперь на отдел сохранить и посмотреть что будет нас с вами сейчас три карточки и мы просто делаем оп и давайте с вами перезапустим анимацию я еще для наглядности наверное увеличу шаги по игреку чтобы это было немножко виднее что мы скачки были немножко более и мы делаем 1 2 3 все перемещается обратно эта штука не работает как мы с вами пока что знаем что ж хорошо давайте займемся теперь обратной анимации мы с вами сделали прямую пора браться и за обратно давайте подумаем а какой момент у нас вообще будет понятно что анимация обратная но исходя из того что мы с вами уже заготовили до этого и что мы завели свойство из реверс который отвечает на дельту то кажется что она будет делаться именно здесь хорошо так и пишем из реверс круто что еще здесь будет происходить когда мы с вами берем анимацию обратно нам нужно сначала отрисовать верхнюю карточку которая где-то там за границей экрана то есть она находится вот где-то вот здесь мы начали отрисовать что потом ее суть показать вот поэтому сначала нам нужно вызвать собственно set state который будет делать совершенно обратную вещь он будет брать из бэкап индексы с рему власт и собственно класть этот индекс в наш исходный массив вызвав стоит мы просто перерисуем то что у нас есть на экране хорошо отлично из реверс нас есть дальше в случае обратного движения у нас значение контроллер будки нет нуля до единицы должны а от единицы до нуля просто способ это сделать написать тут из так знаете что я вас на немножко обманул если мы здесь напишем то что я хотела то есть именно из рост и типа один минус вылью вели то мы с вами скорее получим очень странную вещь давайте мы не посмотрим вот мы с вами сделали прямую анимацию вот мы с вами сделали обратно анимацию у нас посыпались ошибки что у нас во первых инвалид раньше вэлью у нас раньше из пяти откуда интересно это посыпалась посыпалась это из риму flash а почему это посыпалась потому что мы что происходит нас сейчас это состоит вызывается на каждый пан апдейт и это очень плохо чтобы этого не было нам нужно вообще конечно в идеале здесь написать и в пан ст это да конечно точнее их не пан ст этот и сделать это все только в случае такого выражения но пан ст этот но останется здесь собственно давайте мы просто перенесем потому что в общем то первый пан апдейт это есть условие того что у у нас старт пана начался второе условие которое нас все будет ошибочным это вот такая штука что если у нас backup индекс из empty то нам тут ничего не нужно делать и в общем то у нас вообще не будет обратно анимации это и на самом деле никакой анимации тоже не будет в случае если у нас реверс анимация а вот уже что-то хорошо получше давайте посмотрим что получается получается у нас прямая анимация и никакой обратной анимации у нас нет что получается у нас так то у нас получается что случае из реверс вроде как ставится эта штука а дальше получается что мы просто value который у нас есть а в или скорее всего он будет равен там текущему начали анимации нулю слова единица минус 0 да то есть это будет 0 95 потом дельта будет увеличиваться расти и вроде бы все логично вроде бы все логично что все должно работать а так собственно да в чем проблема что-то ничего не работает как мы можем видеть у нас неправильно все работает анимация давайте подумаем что может быть штука мы с вами смотрим на случай из реверс когда у нас из реверс у нас дельта меньше нуля соответственно единица минус значение будет число больше единицы а контроллер не может быть больше единицы собственно здесь решение очень просто им просто меня минус на плюс и все заработает конечно эта штука не сильно читаемая и не очень понятная но в принципе почему нет давайте смотреть давайте смотреть мы сделали с вами вот такую штуку и теперь оп у нас появляется карточка только что-то она не совсем доходит до конца но на самом деле здесь просто нужно наверное придется не коэффициент а давайте еще пробуем его убрать сделаем наш сэсор более чувствительным и пробуем еще разок у нас появилась и пошла обратно сейчас напишите внимание на некоторые тормоза я запускаю все дело в дебах режиме поэтому конечно же я думаю все понимают что такая вещь быть совершенно точно может вот в общем то почти что все угадали все готово даже наверное по большей части все то есть сам принцип анимации думаю понятен стал здесь еще можно играть с различными коэффициентами с различными дополнительными параметрами я все это выложу в репустой на гитхабе который будет открытым доступе чтобы вы все могли это посмотреть там немножко будет конечно доработан код то есть в более приличном виде но все будет примерно так же наверное на этом все спасибо вам за внимание по ссылкам в конце презентации можно будет посмотреть дополнительную информацию и работайте с флаттером и делайте крутые анимации в своих приложениях всем удачи всем пока спасибо 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 Продолжение следует...